«С кем поведешься, от того и наберешься». Эта фраза идеально описывает политическое сотрудничество террористов всевозможного калибра с кремлевским режимом. Если до контакта с представителями Москвы диктаторы, боевики и полевые командиры используют собственные наработки для организации хаоса, то после знакомства с русским миром все быстро меняется. Так произошло и в этот раз. Стоило представителям движения «Талибан» заглянуть на огонек к министру всех дебилов Лаврову, как в их действиях появился до боли знакомый почерк. Так еще во время своей пресс-конференции в Москве талибы ненароком обмолвились, что готовы заключить долговременное перемирие с официальными властями Афганистана в обмен на освобождение арестованных боевиков. Здесь важно улавливать пару моментов. Первый. Боевики никогда ранее не выражали готовность прекратить огонь на столь длительный срок. Максимум, чего удавалось добиться, это перемирие во время крупных религиозных праздников. В такие моменты просто не до войны. Второй аспект кроется в том, что до посещения Москвабада талибы агрессивно продвигались вперед и не особо задумывались о необходимости перемирия. Однако здесь в дело вмешались крысиные тактики Запоребрика, которые Путин годами использует на Ближнем Востоке и в Украине. Речь идет о затягивании времени. Для Турции, как и для других крупных игроков, было очевидно, что Талибан не сможет поддерживать полномасштабные боевые действия на протяжении длительного периода времени. При нынешней активности группировка истратила бы свои силы к сентябрю, после чего свой ход мог спокойно сделать Раджеп Эрдоган. Видимо, опасность усиления турецкого военного контингента в Афганистане заметили и в Кремле. Поэтому на встрече с террористами предложили свою излюбленную тактику – торговлю заложниками в обмен на прекращение огня. Таким образом, Мордор должен был убить двух зайцев одним выстрелом, подлезать подошву Талибану, у которого есть в РФ и давние счета, и отсрочить усиление турецкого влияния в Афганистане. Поэтому 15 июля представители исламистов выкатили готовую схему и заявили, что хотят заключить перемирие на три месяца в обмен на освобождение 7 тысяч боевиков, удерживаемых в тюрьмах. Вариант, скажем прямо, такой себе. Несложно догадаться, чем займется это пополнение после того, как срок действия прекращения огня закончится. Вдобавок, нет никаких гарантий, что Талибы будут соблюдать перемирие, ведь они многократно демонстрировали себя как недоговороспособные. В Турции все это понимают и не спешат вестись на мутные схемы кремлевских братушек. Прямо сейчас Анкара оценивает ситуацию, одновременно с этим высказывая полную поддержку действующей власти. Российские эксперты слишком рано вошли в раж, рассказывая о великом возвращении РФ и в Афганистан. По их мнению, встреча с талибами позволит Путину въехать в эту страну на горбу боевиков. Однако они забывают, что нечто подобное Кремль пытался провернуть и в Ливии. Чем это закончилось, напоминать не надо. Горящие панцири, сбитые вертушки и пачки двухсотых, отправившихся на московскую родину. Тогда превосходящие силы Хафтара, упакованные российскими наемниками, получили порцию знатного звездюлина. А ведь их группировка была вооружена на порядок сильнее, чем тусовка из Афгана. И Анкара при необходимости может повторить, в отличие от путинских ура-патриотов. Просто на данном этапе в этом нет никакой необходимости, ведь с нынешней репутацией Эрдогана ему не нужно доказывать что-то силой. Талибан сейчас противостоит ослабевшей афганской армии, а большая часть территории, которую они захватили, постоянно переходит из рук в руки. Держаться за землю в Афгане бессмысленно. Турция это прекрасно понимает. А представители талибов, в свою очередь, знают, что атаковать военнослужащих Анкары нельзя ни при каких обстоятельствах. В противном случае они навлекут на себя гнев Эрдогана и заплатят непомерную цену. В таких условиях договориться о чем-либо будет гораздо сложнее. Вот и выходит, что мы становимся свидетелями военно-политической игры, где Кремль пытается продвинуть свои интересы руками террористов, а Турция делает вид, будто не замечает этих плясок с радикалами. Москва сама загоняет себя в ловушку, заигрывая с талибами, формируя благоприятные условия для их проникновения на территорию Таджикистана и Узбекистана. Другими словами, вместо реальной помощи членам УДКБ Россия создает условия для военной напряженности. Вряд ли подобные действия понравятся упомянутым странам, которые и так поглядывают в сторону надежного партнера в лице Турции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok